Проект о нужных и важных профессиях Ижевска. И так как у нас опять до Нового года несколько дней, это я про старый сейчас, Юлия Чирикина решила подсчитать зарплату Деда Мороза. Дети, не смотрите лучше. Там никакого волшебства. У него много дел. Веселить детей, раздавать подарки. Эта профессия, наверное, интересная. Нету зарплаты. Он не живет, он летает в небеса. Он добрый, веселый всегда. У него нет офиса. Он работает на улице. У него тысяча шуб. Привет, это праздничный выпуск про пром. Ну как вам Аня на новогодняя загадка? Вы, наверное, догадались. Сегодня мы узнаем все о самой праздничной, самой сказочной, самой волшебной профессии Дед Мороз. Дед Мороз. Он же Санта Клаус, он же Пьер Ноэль этого Франции, он же африканский Папа Ноэль, он же финский Йеллоу Пуки, что в переводе – рождественский козел. В русских преданиях Дед Мороз был злым, уносил детей в мешке. Добрым персонажем он стал только в 30-е годы. Советская власть придумала его в противовес американскому Санта Клаусу. Сегодня Дедом Морозом может стать любой актер или аниматор. Сколько стоит шуба Деда Мороза? Правду ли сказала Аня, что у него их тысяча? Не подарит ли он мне хотя бы одну? Узнаем у профессионального Деда Мороза, актера Антона Мрыхина. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Мрыхин, 30 лет, по образованию актер, учился в колледже культуры. Профессиональный Дед Мороз уже 11 лет. Каждый декабрь проводит до 45 ёлок и семейных праздников. За свою морозную деятельность видел сотню танцев маленьких утят, слышал тысячу стишков про зайчат и миллион песенок про ёлочку. Любит свою работу. За то, что я могу людям дарить счастье, улыбки, радость, как детям, так и взрослым. Дед Мороз. Не Дед Мороз без костюма. Антона все, как полагается настоящему волшебнику. Шуба, валенки со стразами и накладная борода. Вся амуниция обошлась почти в 35 тысяч. Сколько у Деда Мороза шуб? Вообще сейчас одна у меня, но было много до этой шубы. То есть мы остановились на этой, и она самая оптимальная, самая красивая, самая дорогая из тех, что у меня были. Шуба у дедушки одна, зато два мешка. Один для больших, другой для маленьких подарков. Откуда Дед Мороз берет подарки? На самом деле, подарки, я вам открою секрет, делают бельчата и зайчата. А у меня подарки, получается, от родителей. Да, но это очень большой секрет, не показывать это детям. Это информация 18+. Ну, поехали, посмотрим, что за работа у Антона такая. Ну, а чтобы зря не простаивать, я побуду в роли Снегурочки. Так, а поедем на какой машине? На машине. Ага, на морозе мобили. Да, на морозе мобили. Многофункциональный Антон артист. Сам себе и водитель, и гример. Красный нос и щеки рисует прямо за рулем. Может, мне тоже красный нос нарисовать? Мне Снегурочка не бывает с красным носом, на самом деле. Условности какие? Ну, тогда буду роковой Снегурочкой с красными губами. Вот в каких условиях приходится гримироваться? В полевых, машинно-полевых. Как работаем? У нас какой-то сценарий? Приходим, конечно, здороваемся, спрашиваем, ждали, не ждали. Обязательно играть Деда Мороза это заморожил. А мне что делать? Стоять и улыбаться? Импровизировать. Как объяснил Антон, главная задача Снегурочки – наладить контакт с детьми. Если Снегурочка только помогает Деду Морозу, он, наверное, получает меньше? Это коммерческая тайна. Дальше по плану квест под названием «Найди нужную квартиру». Не туда. Но Антон справился быстро. Годы тренировок, знаете ли. Так, вот, собственно, начинается секретная операция передачи подарков. Забудьте, что это увидите. Да, так. Это кому? Это дочке. Это дочь. Аня. Аула и Артур. Артур. Не поверите, но переодеваются актеры прямо в подъезде. Берегут костюмы. А внучки на платье мне пришлось по вкусу. Эх, я б в таком и на работу ходила. Все бабы как бабы, а я – королевна. Итак, дамы и господа, представление начинается. Ну что, пошла? Ну, ступай. Пошла. Волнительное это, я вам скажу, дело. Но тут главное не теряться. Позвать Деда Мороза. Дедушка Мороз! А дальше начинается веселье. Игры, еще игры, песни с хороводами. После традиционной демонстрации детских талантов и разбор полетов за год. Плохо себя ял в этом году. И, конечно, куда без стишков читают и маленькие девочки, и те, что постарше. Ёлки в буты нарядил. Дальше я не помню. Ну ладно, молодец, молодец, молодец. Ну и самая приятная часть, ради которой все задумывалось – подарки. Спасибо. Почему волшебника зовут именно Дед Мороз, а не Дед Холод или Дед Дубак? Ну, Мороз везде, в российских сказках. То есть, Мороз своего, да. Ой, Мороз, Мороз в песнях. Собственно, вот оттуда, наверное, пошло название. А вот коренные жители Кипра называют нашего Дедушку Мороза Василием. Возможно, это просто шутка русских туристов. А еще принято считать, что у дедушки есть белый олень – Алеша. Как называется дом, в котором живет Дед Мороз? Ну, изба – дом Деда Мороза. А чем Дед Мороз отличается от Санта-Клауса? Санта-Клаус залазит в трубу и ездит на оленях. Да, на оленях. А наш Дед Мороз ездит на тройке с быгнцами. За кадром Антон вспомнил, что у нашего Мороза есть внучка Снегурочка, а у Санты только гномы. Но и это еще не все. Наш более стильный, ну, посмотрите сами, расписанная серебром и золотом шуба, шапка с лебяжьим пухом. А у Санта скромная куртка, штаны, да и борода. Сколько подарков можно купить на вашу зарплату? Если говорить про детские подарки, ну, в среднем, наверное, штук 10. А если говорить про взрослые подарки, то, наверное, нужно очень долго работать, чтобы купить хороший взрослый подарок. Судя по сайтам праздничных агентств, цельный Деда Мороза надо именно полчаса, стартует от 500 рублей. Самая низкая стоимость зарегистрирована в Новосибирске. Потолок 5 тысяч в Калининграде. А в Тюмени можно покататься с дедушкой на лимузине. Это обойдется в 7 тысяч. Москва традиционно радует разнообразием. Там есть и бюджетные артисты от тысячи. Дави поздравления за 13 тысяч. Так что, если дедушка раскрученный, за полмесяца плотной работы у него набегает приличная сумма. Конечно, Дед Морозов играют актеры, но настоящему волшебству не научат ни в одном Хогвартсе. Хотя у меня очень много знакомых Дедов Морозов. Но ни от кого в школе не слышал. Школа для Дедов Морозов. Как ваша профессия помогает людям? Он помогает взрослым окунуться в это детство, вспомнить те эмоции, те чувства, которые были у них в детстве. Как в мультфильме «Рататуй», да? Если вы смотрели, критик съел этот «Рататуй», его деревенское блюдо, и вспомнил все детство. Наша маленькая героиня Аня нарисовала, как она представляет работу Деда Мороза. И вот это вы глазами ребенка. Очень неожиданно. Спасибо, Аня. В принципе, все правда. Не хватает одной детали. Это мешок с подарками. Как раз змей Горыныч. Это лошадь. Ай, извините. Точно же, лошадь и Дед Мороз. Ну, а если вы мечтаете быть волшебниками, у вас есть целый год, чтобы купить шубу, отрастить бороду, нагуглить десяток другой сценариев. А вообще в этом деле главное желание подарить чудо близким и не очень людям. Ну, это был проект ProPro с наступающим, а старым, Новым годом. Пока.